На протяжении трех дней в Полевском проходил открытый турнир по баскетболу в рамках первенства Сырловской области среди команд девочек до 13 лет. Принимают участие семь команд. Команда ФСК в первый игровой день без особых проблем переиграла баскетболисток спортивной школы имени Александра Ефимовича Канделя из Екатеринбурга. Счет встречи 75-7. Во второй игре полевчанкам противостояли воспитанницы Старого Соболя из Нижнего Тагила. В этом матче команда ФСК традиционно играла первым номером. Гостям каждый точный бросок давался очень тяжело. Хозяева же напротив довольно быстро создали комфортное для себя преимущество. Главный тренер команды ФСК Людмила Тихонова дает всем игрокам проявить себя на паркете. Но реализации бросков не очень довольна. Второй матч турнира полевские баскетболисты выиграли менее результативно, но все так же без шансов для соперниц. 58. И вот он победный танец полевских девчонок. Новая традиция. Могли бы и лучше. Ошибки все равно допускаются. Необходимы такие турниры, поэтому стараемся, готовимся, учимся и побеждаем потихоньку. Что на ваш взгляд получилось, что не получилось сегодня у команды? Ну, мы сейчас нарабатываем командную игру. Не личную, а командную. Лично девочки вроде бы так подтянулись, поинтереснее стали играть. Сейчас нужно такое понимание в команде, поэтому работаем над этим. Хотелось бы, чтобы было больше попаданий, меньше промахов, потому что та огромная работа, которая за плечами девчонок, ну, как бы, это итог, итоговое, как бы, окончание сезона. И, конечно, хотелось бы, чтобы было больше забитых очков. Конечно, хотелось бы забить, но я сделала очень много перехватов, и девочки молодцы, все забили просто. Ну, я очень горжусь своей командой. Ну, у вас второй день, вторая победа такая довольно крупная. В том матче, нам уже сказали, вы еще более крупно победили. В чем секрет успеха? Ну, команда у нас крепкая, сильная. Мы друг друга любим, уважаем, ну, наверное, в этом. А что у вас за ритуал такой в конце? Расскажи, пожалуйста. Ну, это было в Москве, просто нам так понравилось это делать, что это уже как, не знаю даже, как сказать, наш гимн. Традиция? Традиция, да, перед каждой игрой и после каждой игры кричать, вот, кричалку про команду, что она у нас сильная. По итогам областного турнира команда ФСК в очередной раз доказала, что она лучшая, заняв первое место, не проиграв ни одного матча. Серебро завоевала команда Юниор 2 из Верхней Пышмы. Третьими стали баскетболистки спортивной школы номер 4 из Нижнего Тагила. Игорь Соколов, Алексей Карипанов, новости 11 канала.